Всем привет! Сегодня я расскажу вам об отеле Nickelodeon Punta Cana, который находится в Доминикане. Мы проанализировали тысячи отзывов туристов об этом отеле, так что нам точно есть, что вам рассказать. Поехали! Вначале, как обычно, немного общей информации об отеле. Отель Nickelodeon Punta Cana – это тематический семейный курорт, расположенный на живописном побережье Доминиканы, который предлагает уникальные развлечения для детей и взрослых. Отель вдохновлен популярными персонажами Nickelodeon, такими как Бубка Боб и Черепашки Нимзя, создавая яркую и незабываемую атмосферу. Гостям доступен большой аквапарк Акваник с захватывающими горками и зонами для всех возрастов. Номера и виллы оформлены в современном стиле и оборудованы всем необходимым. Курорт предлагает разнообразие ресторанов, где подаются блюда интернациональной кухни, Специальные услуги для детей, такие как встречи с персонажами и анимационные шоу, делают отдых насыщенным и интересным. Для родителей предусмотрены зоны релаксации, спа-процедуры и пляжные бары, позволяющие отдохнуть в комфортной обстановке. Курорт работает по системе «все включено», что делает отдых очень удобным. Nickelodeon Punta Cana – это место, где каждый найдет что-то для себя, будь то активное развлечение или расслабляющий отдых на пляже. Отель позиционирует себя именно с такой точки зрения, но насколько это правда и соответствует ли качеству отдыха заявленному, давайте разбираться. Рейтинг отеля составляет на гугле 4,6 балла, а на трипедвизоре 4,5 балла. Узнать стоимость проживания и забронировать номер в этом отеле вы сможете по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Друзья, а прямо сейчас я расскажу вам о всех плюсах и минусах этого отеля. Но перед тем, как начать, хочу попросить вас подписаться на наш канал и поддержать это видео лайком. Пляж отеля Nickelodeon Punta Cana вызывает смешанные впечатления. Океан сам по себе очень красив, и его яркие оттенки радуют глаз. Но пляжная зона довольно небольшая и не отличается живописностью. Пляж регулярно очищается от водорослей, однако их присутствие все равно заметно, особенно после штормов и ветров, что несколько портит общий вид. Море в этом месте не всегда чистое, и его состояние может разочаровать гостей, привыкших к идеальным пляжам. Вода не такая прозрачная, как можно было бы ожидать от Карибского побережья, особенно в дни, когда волны поднимают песок и водоросли. Пляжные лежаки и зонты предоставляют комфорт для отдыха, но для тех, кто ценит эстетику природы, этот пляж может не оправдать ожиданий. Пляжная территория подходит для прогулок и загара, но качество купания здесь часто оставляет желать лучшего. Гостям, ориентированным на пляжный отдых, возможно, стоит учитывать это при выборе курорта. Хотя персонал делает все возможное, чтобы поддерживать пляж в чистоте, природа вносит свои коррективы. В результате чего впечатления от пляжного отдыха здесь могут быть неоднозначными. Территория отеля Никелоден Пантакана компактная и аккуратная, но может показаться недостаточной для длительных прогулок и исследований. Несмотря на высокий уровень цен и заявленную систему «все включено», большинство услуг и развлечений здесь требуют дополнительной оплаты. Курорт ориентирован на отдых с детьми и предлагает множество аттракционов, включая яркий аквапарк «Акваник», который является основной развлекательной зоной для юных гостей. Встречи с любимыми персонажами и тематические зоны также добавляют атмосферу праздника, но многие из этих услуг оплачиваются отдельно, что может разочаровать родителей. Взрослым доступны спа и несколько ресторанов с блюдами интернациональной кухни, однако даже здесь некоторые предложения не входят в стоимость проживания. Ландшафтная часть территории ухоженная, с зелеными газонами и цветущими растениями, создающими уютные уголки для отдыха. Для любителей пеших прогулок и простора территория может показаться ограниченной, особенно в сравнении с другими курортами подобного уровня. Курорт старается оправдывать высокую стоимость, создавая для детей уникальное впечатление, но ощущения all-inclusive в полной мере здесь не возникает. Родителям стоит учитывать эти нюансы при планировании семейного отдыха. Питание в отеле Никелоден Пантакана оставляет желать лучшего и вызывает у гостей разочарование. Качество блюд невысокое и часто еда кажется несвежей, что порой приводит к пищевым отравлениям у отдыхающих. Меню ограничено и во многих ресторанах отсутствуют ключевые позиции, включая свежие фрукты и овощи, что особенно удивляет на курорте такого уровня. Забронировать столик бывает сложно, а на вход в ресторан и выстраиваются длинные очереди, из-за чего гостям иногда приходится искать альтернативные места для еды. Основной выбор вина весьма скромный и не всегда отвечает ожиданиям ценителей, что добавляет неприятные впечатления. Завтрак не всегда укомплектован базовыми продуктами. Блюда медленно пополняются, а персонал не всегда успевает обслуживать гостей. Бывали случаи, когда в еде находили тараканов, что вызывает серьезные опасения по поводу санитарных норм. Ужас. На территории несколько ресторанов, но даже в условиях системы все включено, большинство блюд оплачивается дополнительно, что создает ложное впечатление от концепции питания. С учетом всех факторов, питание здесь не соответствует ожиданию гостей, привыкших к стандартам высокого уровня. В результате это становится причиной негативных отзывов и разочарований гостей. Номера в отеле Nickelodeon оставляют у гостей смешанные впечатления. Несмотря на чистоту и достаточно приятный дизайн, общее состояние удобств кажется немного обветшалым и требует обновления. Некоторые гости сталкиваются с проблемами при заселении. Например, заказав номер с двумя кроватями Квинсайз, могут получить другой, не соответствующий ожиданиям. Электронные ключи не всегда работают исправно, что приводит к неоднократным визитам на ресепшн для их настройки. Кондиционер в номерах также может подводить, не обеспечивая комфортной прохлады, особенно в жаркие дни. Встречаются перебои с электроснабжением, что создаёт дополнительные неудобства во время пребывания. Комары также могут стать неприятной неожиданностью, особенно для тех, кто чувствителен к укусам. Мини-бар не всегда пополняется вовремя, и порой в номере не хватает элементарных запасов воды. Несмотря на старания персонала, такие моменты сказываются на общем впечатлении от проживания. В результате номера отеля не всегда соответствуют заявленному уровню комфорта, что может разочаровать гостей. Персонал в Никелодан Hotels & Resorts Пунта-Кана часто вызывает недовольство у гостей своим отношением и уровнем обслуживания. Обслуживание медленное, и при обращении за помощью многие туристы сталкиваются с безразличием или невежливостью. Чувствуется нехватка сотрудников, из-за чего возникают задержки с заселением и общим обслуживанием. Персонал, особенно в ресторанах, не проявляет энтузиазма, а официанты порой позволяют себе курить внутри, что создает неприятную атмосферу. Гости отмечают, что без регулярных чаевых их просьбы могут оставаться без внимания, что порой кажется навязыванием дополнительных расходов. Иногда можно столкнуться с откровенно оскорбительным отношением со стороны некоторых работников, что крайне огорчает туристов. Кроме того, сотрудники не всегда дружелюбны и не стремятся сделать отдых приятным, что противоречит ожиданиям от курорта высокого уровня. Навязывание дополнительных услуг также добавляет неприятных впечатлений, так как гости предпочли бы более искреннее и заботливое обслуживание. В результате у многих посетителей складывается впечатление, что отель не придает значения качеству работы с клиентами. Такой подход к сервису снижает общее впечатление от отдыха и вызывает негативные отзывы. Развлечения в Никело Дан Пунтакано оставляют гостей разочарованными из-за недостатка активности и анимации. Хотя на курорте предусмотрены мероприятия, указанные в приложении, их часто отменяют без предупреждения и объяснений. Отсутствие стабильной программы может стать неприятным сюрпризом для туристов. Развлекательные зоны вроде аквапарка Акваник обещают веселое времяпровождение, но иногда работают с ограничениями. Анимация, обычно активная в отелях такого уровня, здесь практически отсутствует и гости не находят привычных шоу или вечерних программ. Планы курорта по организации мероприятий не всегда выполняются, что вызывает недовольство, так как гостям приходится самим искать, чем занять свое свободное время. Вечером развлечения почти не проводятся и для многих отдых становится монотонным. В результате многие туристы отмечают недостаток внимания к организации развлечений и активности на курорте. Детская зона в отеле Никелодан Пунта Кана предлагает интересные мероприятия для детей с участием любимых персонажей, таких как Губка Боб и Черепашки Ниндзя. Встречи с персонажами и аквапарк Акваник создают яркие моменты, но многие из этих развлечений не включены в стоимость и требуют дополнительной оплаты. Организация детской зоны оставляет желать лучшего. Родители обязаны находиться рядом, но для них не предусмотрено удобных мест для сидения. Персонал детской зоны не всегда обучен работе с детьми и, похоже, не особо заинтересован в том, чтобы сделать их отдых по-настоящему запоминающимся. На некоторых аттракционах отсутствует информация или указатели, и это создает неудобства для гостей. Аквапарк, несмотря на обещанные веселые впечатления, местами оказывается скользким, что требует от родителей повышенной внимательности. Многие аттракционы закрываются уже после 16.00, что ограничивает время, доступное для развлечений. Некоторые родители отмечают отсутствие персонала, готового быстро помочь в случае необходимости. В общем, детская зона курорта не всегда оправдывает ожидания, особенно с учетом того, что многие услуги здесь оказываются платными. Что ж, друзья, давайте подведем итоги. Никелоден Пунта Кана – это яркий и красивый отель в Доминикане, но с огромным количеством недостатков. На кухне в отеле полная антисанитария. Еда невкусная и неразнообразная. Большинство аттракционов для детей платные, и это противоречит концепции «все включено». Пляж маленький и не очень красивый. Отдельно хочется отметить персонал в отеле. Он просто ужасный. Персонал совершенно некомпетентный, все делается только за чаевые, и даже в этом случае сотрудники не всегда услужливы. Исходя из всего вышесказанного, я однозначно не рекомендую вам Никелоден Пунта Кана. Друзья, но окончательный выбор всегда остается только за вами. И только вам решать, стоит ли лететь на отдых в этот отель или нет. А пока вы думаете, я рекомендую посмотреть также вот эти наши видео о других мировых отелях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые обзоры. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новом отеле!